Для тех, кто жалуется на жизнь, что хуже не может быть, я расскажу историю до активной фазы психотеррора, которая со мной произошла. Итак, предыстория. Продав шикарную квартиру, пятикомнатный двухэтажный пентхаус, на который потребовалось приличное количество денег для ремонта, и невероятное количество собственного труда вложенного в ремонт в течение нескольких лет. Здесь отличимся на квартиру, какая она прекрасная была. Итак, последняя обзорная экскурсия. Проданная квартира на Первой дачной. То, что я строил дом, делал ремонт, стал напоследок запечатлеть. Достаточно долго. Сам занимался ремонтом, уложил много усилий, поэтому, естественно, с какой-то стороны жалко, но... Базон двигается вперед. И даже эту красоту ради будущего счастья становится не так широкой. Это у нас должен был быть кабинет или маленькая спальня. Здесь слева спальня открывать не будем, еще одна детская. Здесь взрослая спальня должна быть. Здесь должен быть целый уонный комплекс. Тушевая, джакузи, туалет и все дела. Ну что, прощаемся. Родненький домик. Спасибо тебе за то, что ты подарил мне много опыта. А вот... Что ты подарил возможность насладиться спокойно. Относить неспокойное проживание. Соседние тут иногда терроризировали. Ну, все. Прощай. Мой родненький домик. Теперь мы едем заводить другой родный дом. Прощай, пока. Спасибо. Я задачу с преувеличением нажитого капитала. И, как многие из вас, раздумывая обеспечивать будущее вкладами в криптовалюты, надеялся разбогатеть. С этого момента начинается интересная история. После продажи квартиры, в связи с тем, что я закрылся кредитные дебетовые карты, у меня не было инструмента, чтобы хранить деньги. И здесь я совершил первую из роковых ошибок. Я позволил матери положить на сберегательный счет сумму, вырученную от продажи квартиры, порядка 5,8 миллионов рублей по курсу доллара, не превышающей 50 рублей за доллар. Достаточной прагматичности мать не обладала. Потому, вместо вклада в доллар, который шагнул после 50 и в течение полугода до 76 рублей, или покупки биткоинов по 1000-1200 долларов за биткоин, который к концу года уже стоил 22 тысячи долларов, она пошла в банк и оформила под 6% годовой вклад. Привет, Совкомбанк. С этого момента вложенные деньги для меня считались менее сбереженными, нежели потерянными. На тот момент, пытаясь сохранить свое психическое здоровье, я из человека, практически не употребляющего алкоголя, не курящего сигареты 8 лет, стал летать, редко покуривать травку на манер развитых стран. Естественно, я начал курить сигареты, я начал выпивать. Целый год я настойчиво упрашивал хотя бы отдать половину суммы, чтобы все-таки успеть войти в удачное окно на рынке ценных бумаг и криптовалют. Но, как и большинство людей, промытые их пропагандой с телевизора, а также их товарищей, они на отказ стояли стеной, аргументируя, что, мол, все это ради твоего будущего. За это время биткоин за год уже шагнул за ответку 20 тысяч долларов за единицу, а доллар поднял свою стоимость на 50%. Спасибо, что накормила банки, повторяю своим родителям. Движимые идеи заработка все это время я занимался освоением растущего рынка ICO и не заметил, как технично меня склонили разговоры в соцсетях к вкладу сначала в криптономик с кепетом, как развивающийся фонд, занимающийся управлением деньгами наподобие доходных домов, а впоследствии в новое государство Децентрион, который гарантировал своим вкладчикам солидный доход, умноженный до восьми раз от вклада. Вот этот паспорт, что обещал путешествовать без виз, а одно обладание его гарантировало сожительство со звездами мирового масштаба. Кто бы не хотел пообщаться вживую в соседях с великими людьми и путешествия без проблем. Число граждан Децентриона перевалило уже за 100 тысяч. Самая дешевая партия токенов, то есть первые 100 тысяч, она сразу отдается в Министерство торговли. Зачем бесплатно раздавать гражданство Децентриона? 100 тысяч токенов по 1000 долларов, 100 тысяч токенов по полторы, потом по 2, 2,5, 3, так до 50 тысяч долларов. А зачем нужен остров Малайзии? Токенов больше у тех людей, у кого максимально активная жизненная позиция. Токенов приобрел более чем предостаточно, а сумма более 4 миллионов рублей. Вот те скамешоты с сайта впереди, перед его падением. К сожалению, сайты Децентриона и Криптономикс Кэпитал, а я начинал инвестировать именно с этого фонда, откуда я узнал о Децентрион. Так вот, в Криптономикс Кэпитал, на доверительном управлении, зависли еще порядка 2,3 биткоина, купленных по разным рыночным ценам. Порядка от 10 до 14 тысяч за биткоин. Получилось так, что даже перед его падением не успел сделать камешот. Хотя, по словам Николая, он православный христианин и не планировал ничего Богу неугодного, обещав вернуть всем их средства. Но получилось, что Николай, как Мавроди, действовал стремительно и решил скрывать свои следы своих преступлений. Также стремительно, равно как и, возможно, через свою криминальную секту, переключился на пси-террор и харазмин, чтобы инвесторы, как жертвы, не могли востребовать через свой суд свои средства. Мне так и не удалось найти ни одного уголовного дела в России против него, в отличие от Соединенных Штатов, где уголовных дел заведено предостаточно. А с точки зрения моей ситуации, получается, данный гражданин, судя по всему, пытался задедосить и использовал моих неблагочестивых товарищей, профинансировав их. И их еще стоит обналичить в будущем, в будущих видео. Отдельное нахрен не спасибо Кену Рудковске, крупному предпринимателю и создателю популярных в США радиоток-шоу и подкастов о бизнесе, создателю радиошоу-бизнес Rockstars, ведущей программы Voice of Disruptions, предпринимателю и влиятельный эксперт, который говорил о перспективе блокчейна-индустрии в ее роли в мировой экономике, заодно о том, как кинуть граждан России на миллионы. Дизлайк Бобби Ли, сооснователь биржи BTC, что своим авторитетом не оставил сомнений, что все под контролем, но все же именем своим и опозорил эти действия, что совершили сооснователи этих грабительских фондов. Позор в гуру блокчейна, как я назвал, Barclays, Хелен Дисней, за то, что оставляла такие надежды на успех. Но все оказалось прахом. Кучофе Анисет Габриэлю, Верховному комиссару Евразийской организации экономического сотрудничества, ЕОЭС, по международному сотрудничеству, тоже огромный дизлайк по творчеству разводил. Все они получили свои деньги. У них и так уже было предостаточно. А таких, как я, кинули на последние. За что уважать таких якобы звезд? Не достигли, потому что некой разводительный сад, миллиард, миллиард, стоять, для того человека, это большая, большое количество людей. Но что это такое в глобальном посетителе? Также огромное спасибо тебе, Костя Хабенский, который всем своим авторитетом и своими речами очень сладко на Криптономикс Кэпитал уверял нас, что вкладывать стоит именно только сюда, и что все мы станем миллионерами. Ты, наверное, стал. Талант это дар от Бога, а ежедневный упорный труд это возможность как можно дольше задержать в себе этот дар. Его график расписан на несколько лет вперед. Съемки, постановки, премьеры, благотворительность и преподавание. Талантливый актер театра и кино. Каллигула и адмирал Колчак. Клавдий и географ Слушкин. Контрабасист и дозорный Городецкий. Свыше 60 ролей в кино и 30 в театре. Продюсер и кинорежиссер. Он ставит благотворительные мюзиклы и снимает фильм об одном из самых драматичных периодов нашей истории Второй мировой войне. Меценат и благотворитель. Он открывает детские студии творчества по всей России и поддерживает детей с онкологическими болезнями. Народный артист Российской Федерации Константин Хабенский. Я не знаю, под чье влияние я попал, кто организатор этого рабства, пси-терроризма, харазмента. Я знаю одно, что меня развели на квартиру, держат год в эфире эффекта Фрея, пытают. Отдельное видео я опишу все происходившее за год и как меня на последнее развели, загнав кабалины и кредитное рабство. Так что, если тебе грустно, зритель, знай, возможно, у тебя все еще не так дерьмово, что приходится каждый день находить сил, чтобы дожить его до конца дня. Отдельное спасибо правоохранительной системе, про ее доброту. За всю жизнь я тоже сделаю отдельное видео. Улыбнись, что ли, там на обратной стороне экрана, а то здесь и все так хреново.